Blackstar потерял 90% своего дохода. Как сильно по лейблу его создателям ударил разрыв контракта с Кридом и репутационные убытки от заказных клипов Тимати, разберемся в сегодняшнем выпуске. Всем привет, это проект Ютубер и я Серж. В одном из прошлогодних видео мы подробно обсуждали последствия ухода Егора Крида из Blackstar. Если пропустили этот ролик, советую кликнуть по подсказке и восполнить пробел в знаниях. Тогда мы только гадали, как расставание с одним из ведущих артистов повлияет на судьбу лейбла. А вот теперь появились конкретные цифры. Всего год назад было еще непонятно, кто от разрыва этих отношений пострадает больше, команда Тимати или сам Крид. По сути, без должного продюсирования даже такой успешный артист, как Егор, мог бы легко растерять былую славу и лояльность аудитории, совершив всего пару роковых ошибок. Но надо признать, что выход Егора в свободное плавание прошел успешно. Певец сделал ставку на Ютуб и не прогадал. Помимо свежих песен, не омраченных цензурой Blackstar, Крид подружился с тусовкой блогеров, стал активно вести собственный канал и даже попробовал стать стримером. Само собой, заручившись поддержкой топовых игроков Na'Vi. Интернет с восторгом воспринимал буквально каждое действие дорвавшегося до свободы артиста. Но один тревожный момент все-таки мог свести на нет все усилия. В начале августа Егор выступил на фестивале Мэрии Москвы, в то время как большинство блогеров в это время протестовали на митинги за свободные выборы. К счастью, никакой прямой агитации от певца не последовало, поэтому история закончилась на гневных комментариях под постом в Инстаграм. Так что сегодня можно совершенно точно сказать, что избавление от лейбла пошло Криду только на пользу и увеличило его популярность. А как известно, пропорционально популярности растут и доходы артиста. Blackstar, в свою очередь, этим похвастать не может. С уходом Крида и Эл Уана, которому, в отличие от Егора, запретили исполнять собственные песни и использовать псевдоним, лейбл потерял около 32% своего дохода. Крид это был второй по значимости артист после Тимати по формированию дохода где-то там на уровне с Мотом. Эл Уан был там после Мота по формированию доходов. Так что финансовый урон для Blackstar был действительно огромным. И это не считая репутационных убытков, связанных со скандалом вокруг суда с Леваном Горозией. К слову, теперь Пашу заявляет, что после ухода ведущих музыкантов, Blackstar все-таки пересмотрел часть своих контрактов. Но лейбл по-прежнему считает, что и прошлое разделение прибыли 70 на 30 было вполне справедливым. На лейбле были все расходы, которые лейбл нес. И, собственно говоря, никакие там расходы мы не вычитали из артистов. В любом случае, все мы знаем, что Blackstar это больше, чем музыкальный лейбл. Помимо огромного штата музыкантов, компания владеет сетью бургерных, собственным брендом одежды, барбершопами по всей стране, фитнес-клубом и автомойкой. Плюс к этому получает доход от гейминга. Молниеносная ульта? Что это? Собственно, делая ставку на эти проекты, мы думали, что Blackstar легко оправится от потери ведущих артистов. Но в дело вмешался коронавирус. Мы упали на 90%, если весь бизнес говорит. Кризис на фоне самоизоляции не пощадил никого. Лейбл терпит убытки из-за отсутствия концертов и невозможности выпускать музыкальный контент. Создание всего контента только в домашних условиях практически невозможно, либо оно минимально. Фитнес-клуб в Москва-Сити, закрывшийся на время самоизоляции, может остаться без льгот по аренде. В подвешенном состоянии оказались и недавно переехавшие интернет-кафе. Даже самое перспективное направление, рестораны, которые обычно отбивали 30% от общего дохода Blackstar, не дает ощутимой прибыли. Хотя после запуска собственной доставки Пашу был настроен весьма оптимистично и рассчитывал заработать даже больше, чем до коронавируса. По словам Пашу, если до 1 июня ситуация в стране не изменится, судя по всему, речь хотя бы о частичном снятии запретов. Часть бизнесов Blackstar придется закрыть. Уже сейчас многие работники холдинга уволены, либо лишились части своей зарплаты. И тут возникает закономерный вопрос. Почему у компании, активно поддерживающей действующую власть, в период кризиса такие проблемы? Ведь можно просто попросить о помощи в память о былых заслугах. Особенно после таких шедевров, как «Мой друг президент Путин» и «Москва». Оказалось, не все так просто. Побоялись писать письмо с какой-то помощью, потому что если это письмо окажется в интернете, в очередной раз все будут говорить о том, что вот, мы там по какому-то блату пишем куда-то письма. Между прочим, Пашу настаивает, что все агитационные клипы они делали лишь по собственной инициативе. И никаких особых отношений с государством у них нет. Чтобы это понять, посмотрите, сколько налогов мы заплатили за предыдущие годы. Вы поймете все, что если бы мы были в какой-то спайке, я бы лучше эти деньги распределил и потратил бы на свою семью. А после скандалов вокруг их, ну, очень спорных музыкальных видео, команда лейбла и вовсе договорилась обсуждать возможные риски, прежде чем выпускать очередной бескорыстный ролик в поддержку власти. Ага, оно и видно. Ну или Тимати посчитал, что пользы от выхода очередной завуалированной агитки будет больше, чем вреда. Хотя надо признаться, что в этот раз Blackstar решил не дожидаться катастрофических последствий и почти сразу отключил счетчик лайков и дизлайков под видео. Ну, видимо, чтобы в этот раз не пришлось с позором удалять работу. А то после прошлого скандала с Москвой финансовые убытки пришлось восстанавливать почти полгода. В декабрю месяцу мы смогли стабилизировать и выйти на, скажем так, докризисные составляющие. Ну еще бы, это же просто рекордсмен по антирекордам. Больше 1 миллиона 200 тысяч дизов, тонны гневных комментариев, первое место в рейтинге самых задизлайканных видео на российском YouTube, 25-е среди всех музыкальных видео в мире и 33-е в общем рейтинге самых ненавистных роликов всех времен. В общем, если подводить итог, то год у Blackstar выдался тяжелый, а впереди еще больше проблем. Пишите в комментариях, как по-вашему, сможет ли команда Тимати и Пашу пережить кризис? И если да, то каких бизнесов лежится за время пандемии? А что там сейчас у Крида? Успешное участие в 17-м независимом. Егору удалось дойти аж до седьмого раунда популярного рэп-баттла, в то время как его бывший коллега по лейблу Ливан Горозия слился еще на третьем. Кроме того, в марте Крид выпустил новый альбом 58, который на сегодняшний день собрал больше 12 миллионов прослушиваний в ВК. Неплохо для свободного плавания. Предлагаю проголосовать в вопросе, кто, на ваш взгляд, выиграл в этом расставании? Blackstar или Егор Крид? А с вами был проект Ютубер, меня зовут Серж. Всем пока!